МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ. Обо всём. Итоговый выпуск. Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетели все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Событий много, но я выбираю для вас только самые интересные. С вами я, эксперт за кулиси Эля Абба, и это Обо всём. ТОЧКА НЬЮЗ. Поехали! ТОЧКА НЬЮЗ. Обо всём. Скоро рассвет, выхода нет. Решила я и сходила на премьеру хоррора в Москве. Создатели картины «Рассвет» уже подняли уровень русских фильмов ужасов хоррором «Невеста». И если там сюжет стрелся на старинных русских обрядах, то теперь речь пойдёт о снах. Группа молодых людей отправляется в институт суммонологии, где погружается в совместное осознанное сновидение. Снам люди часто придают особое значение. Полина мне сейчас рассказывает, что я сегодня приснился Харатьяна. Она встретила его потом. Без комментариев. Я не знаю, верю, не верю, но я ими могу управлять. Если мне приснился сон, я уже точно понимаю, что моё состояние на каком-то очень высоком уровне. Когда уставший, честно говоря, нету снов, нет возможности их анализировать. Либо что-то проскальзывает, ты не можешь запомнить. Кого-то преследует страшный сон о том, как они откуда-то летят. Кого-то мучают кошмары, в которых они оказываются абсолютно голыми на публике. В общем, кошмары и фобии у всех свои. Снится сон, когда температура, которую невозможно объяснить, и этим он становится кошмаром, потому что нету такого цвета, нету такого звука в природе. И поэтому его невозможно объяснить, и тем он для меня страшен. Во-первых, я боюсь замкнутого пространства. Я совершенно не могу ложиться в горизонтальный солярий. Если нежелательные сны всё же посетили, есть пара вариантов прийти в себя и всё же выполнить норму сна. Надо перевернуть подушку и побить её, и всё будет классно. Когда просыпаюсь, я смотрю в окно, как бы это глупо не звучало, и говорю, кричусь, и говорю, куда ночь, что дай сон, куда ночь, что дай сон, куда ночь, и обязательно надо смотреть в окно. Фильмы ужасов не такие уже пугающие, если правильно подобрать компанию. С кем же лучше пойти? Идти, ну, со взрослыми, потому что одному-то... Тем, кого хочется потрогать, помять, как бы не обосновывая, почему ты это делаешь. С каким-то приятным тебе человеком, трогателем, давайте так, в прямом смысле. Ты приходишь к молодым человеку, с которым только-только начали общаться, и ты, значит, сидишь, и тут начинаются такие тактильные штучки. А, 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 всё это, мне кажется, это очень мило, это такой момент. Кстати, хороший день, надо на свидание ходить на ужасы. Ну, теперь вы знаете, кого брать на фильмы ужасов. Так что хватайте друзей поприятнее на ощупь и вперёд на рассвет. В кино уже с 31 января. Точка Ньюс. Обо всём. Сказка о русской золушке, вышедшей замок за короля Малайзии, в скором времени может закончиться. СМИ судачат о возможном разводе бывшего короля Мухаммеда Фариса и модели Оксаны Воеводиной. Прошла любовь потух огонёк. По слухам, супруги активно занимаются подготовкой всех необходимых документов для начала бракоразводного процесса. Казалось, совершенно недавно родственники гуляли на сладьбе врачующихся. А сейчас вовсю уходят слухи о многочисленных и нескончаемых ссорах женатиков. Но пока никаких подробностей и подтверждений этим слухам нет. Напомним, что влюблённые довольно долго не афишировали свой роман. Поэтому и церемония бракосочетания для многих стала неожиданностью. Разница в возрасте, вера и менталитет не смогли стать на пути у любви. Так неужели такие жертвы были только ради двух месяцев совместной жизни? Или может отказ от престола короля проверка истинных чувств Оксаны? Пока подробности остаются неизвестными. О том, что Светлана Лобода – суперзвезда, мы знали уже давно. На днях артистка подтвердила этот статус, дав суперсольник к року Сити Холли. Яркие номера и смены образов. Неизменные атрибуты грандиозного шоу Лободы. Но на этот раз под старые и совсем новые песни Лобода продемонстрировала ещё и совсем откровенный лук. Чем, несомненно, порадовала своих зрителей. В общем, подготовка была что надо. Намонтировала, потом посмотрела и подумала, да, откровенно, немного, но ничего, один номер программы может быть с таким. Не осуждаю ни за что. Будет голая, будет одетая, будет раздетая, какая угодно, потому что она себя сделала. Она умеет себя нести, она стала номер один, и я искренне за неё рад. Мы переделали все костюмы, перешили, попали в огромные деньги. Сделали дополнительные песни, и, конечно, я очень довольна сегодняшний день тем, что мы имеем сейчас. А ведь вроде совсем недавно Света отменяла данное шоу из-за проблем со здоровьем. Я лежала на койке и плакала, и рыдала, потому что, когда ты к чему-то готовишься, готовишься, а потом внезапно твои планы прерываются настолько спонтанно, настолько неожиданно, ты обессиленно лежишь и не знаешь, что тебе делать. Я хочу быть здоровой. Получилось? Я хочу быть здоровой и хочу периодически отдыхать. Да, сейчас я выстраиваю свой график таким образом, что у меня теперь есть отпуск иногда. Но когда здоровье уже поправлено, накоплено много нового материала, то можно и новый альбом выпускать, за который певица плотно возьмется уже в ближайшее время. Еще бы, ведь рядом такой вдохновитель, на котором Света, кстати, не собирается останавливаться. Ну, Тильда, это вообще-то счастье. Это самое большое счастье в нашей семье за последние годы. И, конечно, я осознала, что я такая мамочка. Я так люблю детей. И для меня это вообще... Вот для меня культ детей в нашей семье. Самые любимые два больших дела – это первая работа, а второе – наша семья и наши дети. Вот. И я думаю, что со временем было бы хорошо еще подумать о сыне. Бывает, едешь в одном вагоне с совершенно незнакомыми людьми, а потом раз – и встречаешь среди них любовь всей своей жизни. Как это может быть? Красиво продемонстрировал театр «Цирк» «Семь пальцев». Спектакль «Пассажиры» презентовали в театре мюзикла в Москве. Восемь людей, восемь разных жизней. Каждый бежит по своим делам и не замечает, как быстро идет время. На вагоне с незнакомцами оно по сюжету останавливается, и попутчики решают узнать друг друга получше. Да и в реальной жизни не редкость излить душу новому знакомому в дороге. История с интересным знакомством в пути есть чуть ли не у каждого. Когда ты уже два часа, три часа ездишь с человеком, вы как бы друг на друга смотрите, и уже приходится знакомиться, потому что вместе находитесь. Знаете, мне кажется, актерская жизнь, она в принципе в пути, в постоянном. Поэтому вот прям такого самого, прям в пути какого-то знакомства, такого, наверное, не было. Но на гастролях, либо в экспедициях, когда ты приезжаешь на новые места, в новые города, на новые площадки, ты знакомишься с прекрасными людьми. Шенна Кэрролл, режиссер постановки, показала моменты жизни каждого персонажа, в котором любой может узнать себя. Она заставила актеров буквально парить под потолком и говорить со зрителем языком тела. Конечно, для артистов театра цирка это не проблема. А как выразить эмоции в жизни, если слов не хватает, а импульсивное сальто прыгать как-то не к месту? Я улыбаюсь просто по-разному. Могу злобно улыбаться, могу мило. Как мне кажется, я не знаю. Наверное, мимика лица. У меня это так же получается. Ну, типа, если мне что-то возмущает, то дело так. Если я радуюсь, то после 32 зуба улыбаюсь. Обычно «Семь пальцев» презентуют свои мюзиклы в Париже. Но для премьеры пассажиров организаторы сделали исключение и привезли спектакль в Москву. А у нас, как известно, есть и гастрономическая альтернатива круассанам, и культурный ответ Айфелевой башни и Лувру. Говорят, у нас самые красивые девчонки. Черная икра, красная икра. Ну вот, пусть в русский театр сходит, у нас хороший театр. В общем, присмотритесь внимательно во время очередной пробки на эскалаторе к рядом стоящим. Может, среди них есть кто-то, кого вы давно искали. Хип-хоп уже давно стал частью нашей культуры. Рэп поселился не только в плейлистах, но и в стиле жизни, одежды. А историю культуры нужно знать. Поэтому телеканал «Жара» и был на премьере фильма «Биф». Документальный фильм, режиссером которого выступил Рома Жиган, повествует об истории хип-хопа в России. Премьера собрала многих представителей этой культуры. И мы решили поинтересоваться, с кого же, по их мнению, все это началось в России. Нужно знать, что мы еще с 86-го года танцевали все брейк-дансы. И группа «Мальчишник» с нами, то есть тот же «Дельфин» и так далее. Мы все из брейкеров. И к 89-му году уже был сформирован первая волна хип-хопа. Каждому тут уж был свой первооткрыватель. Для меня это был Дэцл. Ну реально, Дэцл был самый громкий, самый шумный в мое время. Наверное, Богдан Титамир, Влад Валов, группа СДДК. Кстати, многие шутливо предполагают, что первыми рэперами были поэты. В частности, Александр Сергеевич Пушкин. Наши все. Так и есть. Но русский рэп — это просто трансформированная поэзия и современная поэзия. И здесь куча современников. Да нет, вряд ли, вряд ли это так. Хип-хоп начался еще оттуда. Наверное, оттуда, когда еще Запад это показал и как это делается. Поэты вряд ли, вряд ли стоит мешать классику и поэтов, и их произведения с русским рэпом. Если любовь к этому жанру у всех общая, то ауди-носители и первые альбомы были разные. Eminem. Это был Eminem 100%. И это были кассеты. Мотал карандашом? Мотал карандашом, бой без стороны, рвал не одну кассету. Но, тем не менее, мне кажется, что-то в этом было. Ну, это все кассетки были, конечно, еще компакт-кассеты. Бобин не было в моей жизни. Я их проехал, чуть-чуть видел. Только живьем. Биф в переводе с рэперского сленга означает конфликт. Ну, то есть, прямо жесткий конфликт. И масштабных ссор в истории русского, да и не только рэпа хватает с лихвой. Решили вспомнить самые громкие. Это Тупака Бигги. Когда Тупака завалили, мне кажется, вот это самое мясо. Шеф Лига. Самый, самый крутой биф в российском хип-хопе. Фильм Биф впечатляет своим составом. Баста, Оксимирон, Тимати, Скриптонит, Махтанг. И это только начало списка. Узнать историю русского хип-хопа можно будет уже с 24 января в кино. На нескольких премьерах я уже побывал. И скажу вам так, вызывает эмоции и слезы, и смех. И это тот фильм, который стоит посмотреть. Стоит посмотреть всем. Точка Ньюс. Обо всем. Анастасия Волочкова отпраздновала свой день рождения. Именинц исполнилось 43 года. В праздник, как она сказала, решила отметить по-скробному, в близком кругу друзей и журналистов. Обтягивающее платье Анастасии Волочковой сразу дало понять гостям, что фирменного шпагата не будет. Первым на праздник в честь балерины прибыл Николай Басков. Он подарил Волочковой деньги. Отношения между бывшими возлюбленными до сих пор теплые. На днях Анастасия выложила совместное фото с Басковым и вспомнила об их приятном отдыхе на Мальдивах. Похоже, для Николая это важный сигнал. Ну, может быть, все-таки наш с ней отдых на Мальдивах у нее был самый запоминающийся. Мне приятно, что она и в моих серьгах, которые я когда-то подарил тоже на дне рождения. Но сердце Анастасии уже давно занято новым возлюбленным, который, между прочим, тоже не скупился на дорогой подарок. Ты мне подарил это колечко вот с рюбином. А это бриллианты? Да, а что вы думали, что я буду вегетарию носить? Хоть ими избранника балерина продолжает держать секреты, но в этом году их уже ждет роскошная свадьба. Вы знаете, уже дата не важна. Та свадьба у меня была свадьба века 07-го, 07-го, 07-го. Оно, как говорится, не особо сработало. Хотя вы знаете, как оно сработало? Сработало. Ваша журналистская братья говорила, что мы всех обманули, что типа штамп не поставили в паспорте. А зачем его ставить? Если я буду праздновать свою следующую свадьбу, я тоже не поставлю штамп. Потому что для меня важнее не форма, а содержание. Если кто и способен дать фору Насте в экстраординарности, то это Никита Джигурда. Он совместно с Волочковой решил по-крупному хайпануть в этом году и записал с ней песню и клип. О чем именно, пока секрет. Но в планах у балерины совсем не первые строчки в хит-парадах. Мечта Волочковой – купить остров на Мальдивах и назвать его в свою честь. Как знать, может, в следующий день рождения Анастасия отметит уже на своем острове. Точка Ньюс. Обо всем. В США объявили номинантов предстоящей премии «Оскар». Возможно, вы будете удивлены, но 91-я церемония вручения кинонаград может стать самой музыкальной за всю историю проведения. Посудите сами, в номинации «Лучшая женская роль» представлена Леди Гага. А богемская рапсодия, рассказывающая историю группы Квинн, поборется на статуэтку «Лучший фильм года». Леди Гага уже получила золотой глобус за песню «Шеллоу» к фильму «Звезда родилась». А вот лучшей драматической актрисой всегда признали не ее. Но у певицы есть еще шанс получить «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» и удовлетворить свои актерские амбиции. А партнер певицы Гаги по фильму Брэдли Купер поборется за звание «Лучшая мужская роль». В этой номинации развернется настоящая борьба. Самый серьезный конкурент Брэдли, по мнению кинокритиков, актер Рами Малик, который с блеском, в прямом смысле слова, исполнил роль солиста группы Квинн в «Фредди Меркью» в «Мэггенской рапсодии». Надо сказать, что мнение экспертов отнюдь не пустые слова. Дело в том, что недавно Рами Малик уже получил за эту роль «Золотой глобус», церемонию, вручение которого называют «Репетиции перед Оскаром». Есть в этом году и фильмы, рекордсмены по количеству номинаций. Например, «Фаворитка», события которой разворачиваются в Англии в эпоху правления королевы Анны. И «Рома», фильм, повествующий о жизни обычной семьи среднего класса в Мексике в начале 70-х. У обоих фильмов по 10 номинаций. Могут порадоваться и любители комиксов. Экранизация «Марвел. Черная пантера» стала первым кинокомиксом в истории, претендующим на сатуэтку в номинации «Лучший фильм года». Очень скоро интрига разрешится. Церемония пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 24 на 25 февраля. Так что у любителей погадать на кофейной гуще еще есть целый месяц на предположении и догадке. Точка Ньюс. Обо всем. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Слух входит много, но лишь я знаю все обо всем. Это была программа «Обо всем. Ньюс» и я, Эля Аба. Всем пока. Точка Ньюс. Обо всем. Итоговый выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok